всем доброе утро страна иду с почты поехали с сергеем на базар посмотреть что там уточки то есть индоуточки наша елочка говорю сегодня вечером надо прийти не было даже вечером здесь с нового года хоть посмотреть как что сверкает как горит ой опять снежок у нас идет снежочек всего запотела как у тебя тут долго да я как одна вроде там было посмотрим есть базарчик нет базарчика всем еще раз здравствуйте всех с рождественским сочельником сегодня 6 января что мы купили на базаре мы купили индоутку но самца вышел у нас на 2000 килограмм стоит 500 рублей мне тут молоко закипает я хочу сегодня испечь рождественский калачик веночек такой красивый и еще хочу сварить щи кислый щи вчера все хвалятся в ю тубе хвастаются знакомые говорят у нас щи у нас и я тоже так захотела вот сейчас ставлю ребрышки и попутно замешиваю тесто тесто сама тоже придумываю на ходу я хочу муку часть муки заварить будет кисло сдобное тесто здесь у меня 250 грамм муки 120 грамм сахара и 250 грамм молока вот мне нужно заварить муку вкус получается другой молочка мало муки много так друзья сейчас еще тогда скипячу 100 грамм молока 100 миллилитров получится наверно два кулича два калачика пусть будет побольше потому что мне надо чтобы жиденько было не рассчитала вот у меня ребрышки говяжьи вымачиваются такие красивые и индоутку я убрала пока в морозильник буду делать попозже значит у нас муки уйдет побольше еще вот 100 миллилитров налью скипячу хорошо что молоко есть запасе все и чуть-чуть сахарку добавлю надо жиденько чтобы было и сахарочку 50 грамм тесто должно быть сладкое и вкусное получится все ждем вот такая масса получилась но нам же надо дрожжи теперь растворить вот прям немножко в кружечку налила три столовые ложки теплой воды нам нужно дрожжи растворить и отправляем туда столовую ложку сухих дрожжей тепленькая водичка до теста сегодня получится много ничего завтра праздник все будем кушать сегодня уже начнем все пусть постоят подымутся ставим растапливаться 120 грамм сливочного масла на огонь пол чайной ложки соли сюда добавила кастыла так девочки взяла 2 яйца желток от одного яйца убрала на смазку здесь значит одно яйцо один белок отправляю сюда на все остыло дрожжи поднимаются шапочкой ну девчонки где-то муки уйдет 800 грамм жидкой не делайте тесто должно быть плотным чтобы держать вот эту форму веночка оно должно быть не забитая мукой но и не жидкая постепенно постепенно 800 грамм просеете и добавляете у меня яйца крупные масло тает сливочное вот дрожжи поднялись сюда их желток убрать чтобы не схватить перемешиваем еще сюда масло ладно родителям бомби ночью сегодня на праздник съешь съезде вот такое мягенькое тесто подольше помешать надо минут 7 прям вымешивать маслом руки смазывать еще можно добавить цедру апельсина целого сюда в тесто но я подумала что у меня он есть у меня его нету ладно без апельсина будет ароматное тесто вот так все хорошо мешая и потом убираем для подъема меня даже где-то грамм 700 750 ушло муки не так много что приступаем уже обедом всех накормила тесто второй раз поднялось так освобождаем стол не начинаем так на две части сейчас раскатаю разделю то есть и дальше продолжим вот у меня сварились ребрышки чуть попозже доварю суп выключила кисленькие щи разделили вот на такие два батончика ровненькие надо так отрежу все-таки стол смазала маслом дальше что делаем подмажем берем одну часть и нам надо ее раскатать такую прямоугольную длинную м потоньше здесь у меня мак с сахаром хочу еще вовнутрь насыпать если хотите можете добавить изюм 4 изюм у меня не все любят раскатали тоненько дальше можно по всему распределить и начинаем тоненько скатывать жгутик вот тут немножечко скрепляем и вот так вот подкатываем еще потоньше делаем и пока кладем сюда со вторым кусочком также поступаем так теперь начинаем плести просто вот так вот защитная переносим на противень и соединяем эти кончики я сюда в центр поставлю стаканчик чтобы тесто поднималось туда в шире и высоту на серединку чтобы не наезжало все накрываем полотенце минут 15 поднимется потом буду 2 делать желтком смажем я пока белье повешу на улицу сбегу пока поднимается вытаскиваю аккуратненько надо было конечно маслом смазать стаканчик ну ничего здесь у меня второй уже поднимается рулетик желток добавляем молока ох как засыхает быстро обветрился желток и смазываем посыпать можно кунжутом у меня вон остатки мака минут на 30 наверно он сладкий быстро будет румяниться сейчас испекем и пойдем гулять на прогулку или пойдем или пойду или пойдем или пойду а второй посыпаю на кунжутом первый веночек готов остывает пахнет так вкусно он прям куличиками знаете пасхальными пахнет второй пошел так я уже тут поджарку делаю на щи такие вкусненькие пробую тут с кислой капустой просто прелесть сейчас вот помидорки кинула чесночок добавлю пережарится и щи готовы мягенький такой мягенький что там у нас поджарился только сыпется мак во все стороны а что а что вот в в Я опять иду по своему привычному маршруту. Гуляю. Сейчас были ребятишки. Попили чай, компотик. Кто компот, кто чай. С вот этим калачиком. Такое вкусное, как пасхальные вот эти вот куличики. Вот этот вот калачик, косичка, как ее назвать, веночек. Очень вкусный, сладенький такой. И вот и звали меня ребятишки на опять тюбинках кататься. За машину цепляют. А я не пошла. Говорю, я лучше прогуляюсь, похожу. Мне надо походить. То что-то как-то стало не очень, голова заболела. Все, говорю, мне надо идти гулять. Щи доварили на ужин. Потом покушаем. Сергей спать лег. Он уже суток сегодня. Уставший тоже. Он убирался в гараже. Там уазик ремонтировал немного с Семеном. Потом у Маши надувной матрас прохудился. Дырочка одна появилась. Представляете, посерединке они клеили. Ой, сколько тропинок протоптали. А я говорю, все, я не могу. У меня голова болит. Пойду погуляю. Ой, ну красота. Мороз, снежок сыпет. Класс. Собачка со мной тут соседская. Ну, что смотришь? Пошли. Смотрит. Вон она. Сейчас я вам покажу. Ой, ребятня кричит. Там с горки катаются, видно. Ой, 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 простите. Ой, хорошо, как, друзья, господи. Сразу и спина прошла, и голова. Сейчас мы уже начнем с Маши гадать. Ну, Машка пусть гадает. Мы потом будем с Сергеем. Потому что Маша гулять сейчас уйдет. А вечером мы все, 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 и Семен, и Насте, и Маша, все идем в церковь. Это так всегда. В 11 часов на службу. Там, что смогу, вам поснимаю. А сейчас буду заканчивать свое видео. А, какая красота. Чтобы пораньше выставить вам его. Может быть, завтра испечете тоже такой венок вкусный. Хоть и намудрила с рецептом, но вкуснятина. Попробую написать все правильно. Ой, хорошо. Собачка туда убежала, не на ту тропинку. Не знает, как ко мне попасть. В общем, друзья, вас с наступающим Рождеством от души желаю вам всего доброго, всего хорошего. Пусть все ваши желания и мечты сбываются. Пусть рядом только будут близкие и родные. Пусть вас любят и ценят. Всего доброго, друзья. До новых-новых встреч. Что сегодня поснимаю в церкви, выставлю завтра уже. Опа, с ног сбила. Пробивается. Всем пока-пока, друзья мои. Ой, это не передать. Это просто не передать красоту. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok